Сегодня мы поговорим о спортивной визе ПИ и вопросы, которые возникли, меня написали в комментариях в YouTube. Кто-то обратился ко мне в Facebook, многие написали в Viber, нашли мой телефон. Итак, первый вопрос, закон или это? Ну, достаточно просто открыть закон о миграции и гражданстве, статью 214 ПИ, и вы сможете обнаружить, что да, законно, да, есть определенные требования по этой визе, по визе категории ПИ. Итак, следующий вопрос, который был, можно ли по этой визе эмигрировать? Да, можно эмигрировать, опять же, в законе эмиграции и гражданстве четко про это говорится, что есть двойные намерения по этой визе, то есть, если вы на интервью в посольстве США заявите о том, что вы хотите эмигрировать по этой визе, то вопросов со стороны эмиграционных властей не должно возникнуть по той простой причине, что это оговорено и указано в законе. То есть, въехать в США по этой визе можно на год, потом далее продлить, либо на 5 лет, если вы приехали туда один, как спортсмен, находиться можно не более 10 лет. Находясь в США 10 лет, я думаю, есть возможность найти способы, а они есть. Эмигрировать, поменять статус, ну, кроме политики, соответственно, то есть, подать на политубежище по этой визе, ну, я так думаю, что сложно, хотя в практике обычно, ну, очень мало бывает эпизодов, когда спортсмен въезжает по визе ПИ и подает на политубежище. Я, во всяком случае, такие эпизоды не слышал, но если они возникнут, мы обязательно поможем нашему клиенту, который въехал с нами по визе ПИ, легализоваться по политубежище, если это возможно. Хотя я не уверен, можно поменять статус визы на визу О, вот, ну, либо какими-либо другими способами, там есть законные способы, но это не в рамках этого видео, но это есть. Итак, нас обвиняли в том, что как же так, за один месяц у вас человек стал профессиональным спортсменом. Ну, все очень просто, давайте с вами обратимся к, опять же, закону эмиграции гражданства, посмотрим, кто же такие профессиональные спортсмены и каким образом оценивается их профессионализм, именно как будущего заявителя на эту категорию визы. Профессиональный спортсмен – это человек, который находится в команде, занимается профессионально данным видом спорта, по которому он заявляется, и получает какие-то деньги. Бюджет команды должен быть не менее 10 тысяч долларов, с оборотом 10 тысяч долларов в год. Это к вопросу, почему я предпочитаю объединять спортсменов, которых мы готовим в команды, не потому, что мне удобнее вас так подавать, хотя да, конечно, это удобнее, там переводчик один на всех, приглашение одно на всех и так далее, а потому что если вдруг по каким-то либо причинам вы получили по визе B, туризм плюс профессиональный спорт, отказ, мы всегда можем с вами, имея команду, подготовиться на базе этой команды уже к подаче, то есть доказать ваши профессиональные качества как спортсмена можно именно с помощью команды, в которой вы участвуете. Кстати, сзади меня ребята занимаются тайским боксом, я нахожусь в Таиланде, вот это профессиональная школа, кстати, мне разрешили тут поснимать, ребята. Итак, секунду, следующий вопрос связанный с международным признанием. Вот каким образом спортсмен может быть международно признан? Ну, прежде всего, это лицензия, которую у нас люди получают, если мы говорим про парашютный спорт, это лицензия категории, там бывает A, бывает B, бывает C. Далее, если вы решили таки запросить визу P, да, она занимает подготовка не один день, естественно, и даже не месяц, может это доходить до года, то есть это как альтернатива, ну, как похоже на визу L1, как виза для перехода из основной организации, которая находится в вашей стране, в филиал в Соединенные Штаты Америки. То есть там такой же подход и такие же требования к документам, то есть надо заполнять, надо готовить формы, мы знаем, как это сделать. Следующий вопрос, вернее, даже не вопрос, а я обращаюсь к тем, кто начал с нами именно готовиться к этой визе, к визе B1 туризм плюс профессиональный спорт с переходом на визу P. У меня были такие клиенты, и частенько такие возникают ребята, которых мы готовим спортсменами, далее они понимают, что у них пакет документов на руках, они исчезают, и идут самостоятельно подавать на визу B. Ну, прекрасно, вы можете это сделать, вы даже можете не доплатить в нашу компанию, потому что у нас платеж разбивается на два этапа, и обычно после получения визы платится второй транш, но для того, чтобы этого избежать, ребята там идут сами, надеждой, что они сами получат. Так вот, вы просто себе ограничиваете возможность. То есть если вы сейчас получите без нас отказ, то для вас визы P закрыты. По той простой причине, что, опять же, если обратиться к законодательству США, вам требуется агент напрямую, получить визу P вам никто не даст. То есть вам нужен агент, находящийся в Соединенных Штатах. Хорошо, вы такого агента нашли, погуглили и так далее, но вам же нужно будет подготовить еще сторону здесь, в России. Как вы ее подготовите? Вот мы, например, профессиональные спортсмены. Мы знаем, как доказать ваш профессиональный статус. Мы знаем, как подтвердить ваше международное признание. Мы знаем, как сформировать команду. Мы знаем, каким образом под команду находятся инвесторские деньги. Мы точно знаем, каким образом формируется бюджет. То есть вы это знаете, если вы это знаете, замечательно. Но там есть подводные камни, о которых вы не знаете. Но, впрочем, это ваше дело. И так по визе P. Могут ли поехать с вами ваши родственники? Да, могут. А сколько? Ну, супруга, дети без проблем могут поехать, но работать они там не смогут. Ну, подготовка, наверное. Подготовка занимает в среднем на той стороне агентом около 2-3 месяцев. Заполняются определенные формы, которые предусмотрены требованием законодательства Соединенных Штатов Америки. А я думаю, те, кто этим будет заниматься, они в курсе. Я имею в виду агенты. С нами работают агенты из Калифорнии, с которыми мы будем вас проводить. Если вы найдете самостоятельно, ну, вы, я думаю, у них спросите, они вам объяснят, что это такое, каким образом они вас будут готовить. Подписывайтесь на наш канал, становитесь спортсменом, заходите на наш новый сайт sports.usavisa.com, в который все вопросы, которые возникают, в детальном виде изложены в разделах. У нас три направления спорта, которые мы сами на себе испробовали. Это парашютный спорт, это дайвинг и серфинг. Кстати, серфинг совсем недавно Катя стала профессиональным спортсменом. Она занималась на лучших спотах в Али Индонезии. Теперь она обрела друзей в Калифорнии, там где не менее 500 спотов и более, плюс по Флориде, плюс Гавайские острова. Гавайя, кстати, это то место, где возник серф. Так, всем всего доброго. Кстати, вот еще тема. Тайский бокс, попробуйте. Ребята занимаются. Всем всего доброго, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова